так начало во первых vision сразу я немножко зафейлился с вишеном ну смотри ты ты можешь на самом деле забить на первый уровень лесен пошел там что делать твои то его проблемы забей 1 короче первая минута тебя особо волновать не должны твоя задача очень простая запулить жанр и ничего не сделать тут все окей самое интересное начнется потом значит лейнг у нас война против джинкс и нами значит у тебя задача не выигрывает лайн дачки секундочку громкость поправлю ножка так вот твоя задача не выигрывает лайн потому что лайн вы сможете выиграть только если они допустят какую-то фатальную ошибку фатальная ошибка может быть как от нами так и вот собственно джинкс этим твоя задача тут лайн не выигрывать твоя задача его отстоять максимально хорошо и дать вы не вы форме 220 иван 173 да иван я пропустил про сначала как как вы на лайн пришли ну во первых очень поздно пришли на лайн сразу слишком поздно то есть вот этой ситуации быть вообще не должно джинкс и нами могут вас выиграть лайн и если они будут вас стабильно впушивать под таврку у вас проблемы война отпушивает очень плохо война крипов терять будет обычно стараюсь пол хп запулили и дальше уже на лайн как двигаться не не осмотрим пол хп это слишком много это слишком дофига для отчет произошло то они не пули нормально тогда я просмотрел сарам они пули окей вот это было опасно это было опасно видишь вот это вот фигня вот это вот вот так вот нельзя делать они тебя не наказали да потому что селедка взяла дабл и первым но блин тебе бабл в лицо потому что в рейнже бабла и ты в рейнже трех автотачек джинкса минимум а война ничего тебе не сделать вот это очень плохо смотрим как я знаю что сделаю сейчас я сейчас хочу сделать скриншот показать тебе и нарисовать значит print screen да сейчас погоди тут 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 то блин у меня не делается print screen жопа мне не работает эта фигня ладно значит тогда по-другому покажу смотри знаешь примерно радиус свой у твоих обилок твоих автотак и так далее радиус войны радиус джинкс и радиус нами да так вот если ты сейчас представишь как будто ты скриптер и нарисуешь визуально вот эти вот радиусы вот так вот вот так вот вот так вот да и смотри ты зашел в радиус и джинксы и в радиус нами в рейнж точнее буду звать рейнжом да сошел в рейнж одного другого чувака и посмотри в каком рейнже война и как она потенциально может сыграть по ней по ней и как она может потенциально помочь тебе ответ очень простой никак следовательно что ты делаешь что поставляешь по двух чуваков а твой джинк ничего не делает вот это позиционирование было плохим тебя не наказали за это вот так подходить нельзя ни в коем случае потому что ты жанна вот вообще жанна это очень хороший герой но когда жанна играет против братишек со скиллшотами оно может играть как сверх агрессивно так и сверх пассивно то же companies играешь сверх агрессивно ты говоришь пескоп ади в меня ск Burnst Celso up у тебя мувмент спида очень завались тыс а mind cespa 350 без ботинка это вообще завались m mente пиле ты можешь на мувмент спиде доложен скиллсота и ты такой то механике подходишь кидаешь автушку там еще что-нибудь делаешь нехорошие вот и говоришь кий вместо Rico попробуй попади отсыл шотом Ну, то есть, это вот механика Механика для саппорта, на самом деле, тоже важна Дальше, вот тут Автотачки, 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 автотачки Второй левел вам нужен обязательно Опять же, лайн вы не факт, что выиграете Ну, твоя задача, как саппорта, лайн не выиграть Но подпушить и дать побольше автотачек Чтобы вы взяли второй левел быстрее Чтобы эти братишки не навязали вам аллен Очень важно То есть, вот вместо вот этого Лучше бы автотачки подавать Но это было тоже хорошо Вот, они взяли второй левел раньше Вот этого нельзя допускать Я понимаю, что это сильвер, ребята И что они вас за это не накажут Но это первая Первая галочка в нашем коучинге За вот этот реплей Нельзя отдавать второй уровень никогда Вообще, в принципе, за любого саппорта Первый ты взял Первый взял щиточек Вот смотри У Джинкс хватило мозгов Кинуть в себя только одну W Нами даже, по-моему, Q не взяла Офигеть Как я тебе говорю, они вас не наказали Но хорошие братишки вас бы за их наказали Сделаешь эпикпен Я скачал эпикпен Вот, я его не поставил Я, кстати, не знаю, будет ли он работать или нет Это хороший щиточек За этот щиточек я тебе ставлю огромный жирный лайк Потому что ты увидел, что война отступилась И потенциально они могли по ней играть Ты кинул щиточек прямо на предикшен опережение Это очень хороший щиточек С такой щиточек лайк Далее Далее Ты говорил про тайминги вардов, да? Вот сейчас Конкретно сейчас тайминг вардов Конкретно сейчас тайминг гангов Там у нас что? Там Маукай Маукай и Джанглетт на самом деле так себе Я хочу сейчас заполнить Об этом рассказать Маукай и Джанглетт так себе Если он начал с синего бафа Он может подходить где-то примерно вот тут вот Он действительно начал с синего бафа Но он очень долгий Джанглетт Я что-то переоцидил Маукай И он оказался еще дальше Ну, то есть вот сейчас тайминг варда Я к чему? Что тайминг вардинга примерно сейчас Ну, то есть где-то 3-3-10 Где-то вот это 3-3-0-5 даже скорее Зависит от Джанглера Смотри, зависит от Джанглера Потому что если ты Джанглер, допустим, Лисин Или... Ну, вот у тебя в команде Лисин, да? Для Лисина тайминг вардика это 3 минуты Потому что от 2-50 до 3 Надо вардиться После 3-х Лисин уже потенциально ганкает То, что у Лисина ганка Таймер примерно 3 минуты с копейками Зависит, опять-таки, от Лисина В зависимости от того, какой у него скил Если это Лисин, допустим, скилловый Который идеально знает свои руны Свои маршруты И то, сколько атаков Кого моба надо давать Я такой Лисин, потому что Я знаю, как это работает То... Он может выходить уже 3 минуты И он уже может быть у тебя в кусту Вот настолько быстро Поэтому зависит от Джанглера Против Лисина Надо ставить вард раньше, чем 3 минуты Против Маокая Я его переоценил Я думал, что он уже где-то вот здесь Потому что, ну, 3-20 там был, да? Уже дофига Ну... Короче, Маокая немножко медленный В общем, вот так вот примерно Чем быстрее Джанглер Джанглит Масло масляное Тем раньше надо ставить вардик Ну, примерно так вот 2-53 Я бы сказал, в районе 3-х Это Джанглеры вроде Лисина Early Game Быстрые Долгие Джанглеры Ну, типа вот у Маокая Оказался у нас мега-долгим Джанглером Для него 3-10-3-15 подойдет Вот так вот А сейчас смотри дальше по лейнингу По лейнингу, да Еще тут у нас Надеюсь, кстати, вот Видишь, как я камеру сейчас поставил? Это у меня уже привычка новая появилась Камеру нормально ставить Видишь, как я сейчас поставил камеру? Я надеюсь, что когда ты будешь играть Ты поставишь сам камеру вот так вот Потому что это гораздо выгоднее Чем смотреть ее на персонажа А, то есть персонаж где-то сверху в уголке И у тебя больше обзора на остальные вайны Да, то есть вот видишь, как я вот сейчас поставил камеру Вот желательно тебе тоже приучиться Камеру ставить вот так вот Чтобы видеть больше И не упускать ничего из вида Маокая пришел на ганг Тут у тебя все очень просто Щеточек на войну Ветерок сейчас на Маокая Я зафейлил Тут у меня 2-3 ветерок на взят Тут я помню то, что я очень сильно запылил в этом моменте Да, в принципе, не суть Там все равно был ганг очень плохой Лишний экзост отдал Нет, смотри Я сейчас покажу, почему ганг плохой Вот тут он Смотри Как только Маокая выходит на такой ганг Ты можешь просто, знаешь, вот Начать плевать в потолок И ждать, прилипнет или нет Потому что этот ганг отвратительно плохой от Маокая Он ничего не делал этим гангом совсем Вот, ну смотри Ты нажал щеточек на войну Отличный щеточек Снова лайк тебе за такие щеточки И все Как бы Контроля нифига Саммеров нифига Это ганг говна Чтобы Маокай такой ганг провернул Ему нужно давать флеш в войну И война при этом должна быть аутистом И не отфлешить от такого Это единственная ситуация В которой этот ганг удаст Потом можно будет наложить на него чейн-контроль От бабла нами От ловушек джинкс У них нету, правда Вот, но все равно Это единственная ситуация В которой этот ганг работал В этой ситуации Это ганг говна Поэтому даже С невзятым ветерком Все хорошо забей Значит, дальше Смотри Тебя Где эта штука У тебя есть один вардик Значит, вот здесь Какие твои действия Подходить сюда Вот в эту позицию Это довольно опасно Потому что зависит от наглости Маокая Я бы на месте Маокая Просто бы встал в этот куст Где он, кстати Посмотрим на вижен Не, Маокая у тяга Но смотри Я бы встал в этот куст И стоял бы, ждал бы Просто пока ты снова подойдешь Вот сюда За эту вот черту Вот за эту черту И снова бы гангнул То есть вот эти вот вещи Против хороших жанглеров Не пройдут Твои действия сейчас Вот в этой вот позиции Подойти вот сюда Вот Вот где вот курсор мой И поставить примерно отсюда Вот в этот куст вард И все И дальше тебе ходить нельзя Потому что если тебя тут ждет Маокая Из этой позиции Ты сможешь отойти Тут много крипов У тебя есть флеш Ты выйдешь отсюда Вот То есть вот Вот смотрите Вот то, что как вот Вы сюда подошли Это плохо О, найс, найс, найс Вообще прекрасно Вообще прекрасно Тут вы только можете запушивать Сейчас вместе И бэкать По-хорошему 16 крипчиков Но тут надо запушивать И ресетать линию Вот смотри Опять-таки Позиционирование Ты, Жанна Ты не мобильный Братишка Лайн запушился Находиться вот здесь Вот Нет смысла Потому что вы все равно С этого ничего не получите Вы хотите, чтобы вот Крипы разбились И линия ресетнулась На середину Вот в этой позиции Отходиться опасно Потому что Тупо подставляешься Под халявный дамаг Если он, конечно В тебя прилетит Отходи на середину линии Когда ты вот так вот запушил Я сейчас отмотаю Покажу Вот вы запушили Окей Запушили Отходи на середину линии Сразу Либо вы решаете Что вы хотите Тыкать таврку Издалека Либо вы сразу Отходите на середину Лайна В зависимости Опять-таки От ситуации Окей Вот война Как раз Поймала халявный дамаг Он там Что еще как бы Вообще Я удивлен Пассивностью Игры Селедки Джинксы Потому что Ну Они так играть На самом деле Не должны В чем Прикол У Джинкс Рейндж Кухи Очень большой Гораздо больше Чем рейндж Войны Поэтому Как обычно Происходит Такой лейн Джинкс Харасит Войну Через Всю пачку Ну Буквально Через всю пачку Либо Когда Джинкс Ой Когда Война Подходит Вот как раз Вот в этот Рейндж Задних Крипов Как раз Она получает Как правило Ракету Либо в крипа И сплэшем Дамаг Либо Тупо Врыло Войнем Я удивлен Что они так Пассивно Это дело Разыгрывают Когда я там говорил Что надо вам Бэкнесс Было Перед этой пачкой Да Вот вам тогда Надо было Действительно Бэкнесс Ладно Просто Смотрим Это не твои Проблемы Это проблема Войны Она получила Халявный Дамаг Да Что тебе Сейчас можно Сделать В этой ситуации А ни хрена Флэш Окей Все Война тут Типа потеряла Саммерки Тебе тоже Надо просто Выфлэшить Отсюда Вопрос Вот в этот Вот момент Вот этого Флэша Это был Паник Флэш Ну да Скорее Там Паник Флэш Потому что Смотри Какая долгая Анимация То есть Это был Паник Флэш Окей Это был Паник Флэш Скорее всего Ну Ничего Пока что Все окей Пока что Ничего Плохого В этой игре Нет Пока что Я бы даже сказал Что все очень Тоже хорошо Вот этих Автотачек В принципе Давать не стоит Этих Автотачек Давать не стоит Вы теперь Хотите Фризить Лейн Потому что Что получилось Пришел Джангер Случилось Говно Случилось Говно В каком плане Джинкс Получила Ну и Вообще Они получили Левел Они получали Голдянку И прочее Вы хотите Фризить В этой позиции Я очень хочу Фризить В этой позиции Вот если бы я был Войной Я бы очень бы хотел В этой позиции Фризить Потому что Чем больше Халявного фарма Я получу Против Джинкса Тем лучше Когда ты Вот тут Подпушиваешь Крепчика Вот от этой позиции Это плохой подпуш Здесь надо Фризить Так что Это безопасный фарм Вот То есть Вот эта вот позиция Вот смотри Видишь Что это позиция Это хорошая позиция Война тут Играет Как не очень Хороший игрок Как не очень Скилловый братишка Но вот эта позиция Это очень Выгодна для вас Позиция Потому что Вы тут Безопасно фармите И Что ты Что война Вы хотите По идее Безопасно фармить Поэтому Подпушивать Вон там Не стоит То есть Можно там Просто там Щиточком Продолковать Чтобы они Сразу под вышку Не ушли крипы Да Пока наш не пройдет Да Тут Вардики Вижены Вот этого Ой Только хотел сказать Что нельзя так подходить Потому что Если тебе Вот так вот Поставили вард Это значит Что тут Кто-то есть А если тут Кто-то есть То Нафига подходить И подставляться У тебя нет инструментов Чтобы этот вард Как-то обезвредить А Розовый вард У тебя есть Но там Его ставить Очень невыгодно Розовый вард А еще Вот здесь А потенциально Даже не дотянется Скорее всего По вижену К этому варду Поэтому Не было смысла Подходить Дальше Что тут у нас Позиция 3 на 3 Это Кандем Не попадет в стенку Поэтому Можно расходиться Так А что вы тут делаете Что вы тут Мансуете Ну это Смотрим Короче Задача саппорта Ты Шотколер Во многом И вот в этой Позиции Ты Если Война хочет Тут что-то делать Война не понимает В каком выигрыше Вы сейчас находитесь А вы находитесь В колоссальном выигрыше У Энеми бота Не было бэка Они сделали глупость Да Они не бэкнулись У них нет маны Нет ресурсов Нет ни хрена Чтобы сейчас Просто с вами нормально лейнить Вот в этой позиции Ты как хороший Человек Должен просто пингбэкать Вот сюда вот Пингбэк 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 И говорить о войне Чтобы она забирала фарм Потому что Все Эти ребята Должны либо Бэкаться и терять фарм Либо лейниться Из плохой позиции Без маны Без закупа Без всего И вы этого хотите Это для вас выгодно А драться здесь После того как война Не попала к андемным Уже нельзя Контроля тупо не хватит И дамага тоже Тупо не хватит Смотри Вот тут вот Тут вы обязаны Очень сильно запушивать Просто всем чем можно У тебя По-моему должен быть вардик У тебя есть Роза и вардик Роза и вардик Надо сейчас кидать вот сюда Потому что Смотри Вы хотите чтобы они бэкнулись Вы хотите выгнать их с лейна У них не было бэк У них нет ресурсов Вот сейчас Можно на себя кинуть Щеточки Можно выну кину Щеточки Потыкать таворку Но только таворку А не их Окей варфуд Я бы просто поставил В том моменте Когда Когда грибы подошли Прямо Вплотную к таворке Я бы сюда В трайбу Шпингвард поставил Если это такой бэйт То Это бэйт Гениальный Честно скажу Это бэйт гениальный Если это был бэйт Я бы повелся Вот такой бэйт Вы снова хотите В пуш Хоть вы хотите Вот Бля Я об этом поговорю Короче Потом после игры Напомни мне Про шотколинг Обязательно Потому что Ты не можешь Контролировать Чуваков В своей команде Ты не можешь Контролировать Лисина Который делает Глупости А Лисин Сделал ганг Который ни к чему Не привезет Он ганкает Без ульты С всеми Саммерками Но ты можешь Их шотколить Ты можешь им Пиликать Ты можешь им Говорить какие-то вещи Коммуницировать Потому что Саппорт Они в многом Через это Выигрывают Игры Через Великолепную Коммуникацию Через шотколинг В Сулакухе Это тоже работает В Сулакухе Ты тоже можешь Вот так вот Хорошо шотколить Восьмая с копейками Минута Значит смотри Ты поставил Вардик вот сюда Вот Окей Я бы Начинал бояться Джанглера Второй раз Потому что Это вторая волна Бафов И либо он Сейчас идет Ее фармить Либо он После этого Что-то будет делать Ну я бы Ждал Джанглера Прямо сейчас Поэтому Вардик Вот тут Это окей Вардик Хотя опять-таки Смотри С учетом того Что это розовард Это окей Вардик Если бы у тебя был Обычный вардик Лучше его ставить Вот сюда Вот Вот здесь Вот Потому что он даст Больше Либо вот сюда Вот Опять-таки Тоже Пинквард Может это было Вполне себе Поставить Второй буш Но Надо понимать Что скорее всего Ты его отдашь Пинквард То есть Ты с одной стороны Дашь вижен Который действительно Будет полезный Который может Обезопасить От потенциально Какого-то ганка После второй ротации Бафф Но ты этот вардик Отдашь Зет Это уже Твой выбор Вот это вот Вторая ротация Бафф Как бы Жаннлером Можно еще раз Удождать Что там По фарму Войны 40 Ой Это очень плохая Позиция Смотри Быстро Подпушить Не получится А бэкнуть Уже поздно Позиция плохая Ну окей Допустим Если вас не накажут За это будет нормально Окей Окей Значит смотри Когда ты идешь От базы К линии Твоя камера Должна быть Пример Тут Те моя камера То есть Смотреть камеры То что происходит Вот здесь Вот здесь Вот так далее Это механика Это фундамент Это важно Че мы купили Забей Смотрим Скажи мне пожалуйста Сейчас Когда у тебя там будет Это все на стриме Задержка на стрим 10 секунд Я специально Подожду Чтобы ты мне точно Время назвал Когда ты должен Будешь здесь Развернуться И дальше не идти Вот я нашел Время Вот скажи мне Примерно Когда-то надо было Просто развернуться И вообще И перестать дальше Так агрессивно Вперед идти И не терять хп После трап Наверное После флэша Джинкс Потому что Лисин Пятого уровня Лисин Не может Там ничего сделать Это Это кстати Большая проблема Лисин То что он Пятого левела На 11 минуте Это Это пиздец Вы спал На самом деле Но типа После флэша Джинкс Вам там Разыгрывать Больше нечем Больше ничего Из этой ситуации Не получите Ой что-то я На тебе кнопочка Нажимаю Опа Я вижу Маокая Я очень долго Вижу Маокая А вы Либо не видите Маокая Либо вы Снова гениально Бейтите Но это Плохой бейт В этот раз Потому что Лисин Пятого левела Даже если он придет Он слабее Чем Маокая Этот один уровень Это очень много Я его вижу И вы сейчас должны Просто Бегом Уходить отсюда И ты должен Насколько я помню Я зафейлил И мы увидели На квартире В кусте его То есть Типа ранее Если я Припоминаю Эту катку Так Давай значит Мы будем Блокнотик Открывать И записывать Блокнотик наш На эту Сессию Значит Блокнотик Мап Авернос Первое Важное Я пометил себе Галочки Потому что Это важно Мап Авернос Это важно Все остальное Было окей Я бы даже сказал Мне очень нравятся Твои Эти Щеточки Щеточки у тебя Классные Эту Это уже Считай Больше чем Половина успеха Если ты за Жанну Кидаешь хорошие Щеточки Ты уже Хороший Жанна Плеер я считаю Куда я пропал Маокай Я проглядел Окей А то он пропал Я за паузу Еще раз Мне там какая-то Фигня вылезла А Во Сорян Окей Я бы бэкнул тут Ты видел как сейчас Пошла нами Наверх Вот сюда Вот В трайбуш Скорее всего Она тут завардилась Да я проверю И правда Завардилась Ты можешь По таким вот Движениям Предсказывать Вардики Если ты хочешь Играть на Вижн А судя по Твоему комментарию В чатике Ты хочешь Играть на Вижн Так вот Ты такие вещи Можешь очень легко Читать Очень легко Обузить Потому что Люди На этом Элла Не любят Точнее Они даже не знают Что можно фейкать Такие вещи Они могут Фейкать варды Да Что ты пошел Поставить вард Они не знают Что такое Принцип Можно делать Поэтому Я думаю Что ты это видел Когда играл Вот этот вардик Ты знаешь Что здесь вардик И ты можешь Пингануть туда Или просто В чат написать Лисину Там Вард Трайбуш Ты можешь Это обузить И Пока люди Не Пока ты не будешь Стащить людей Которые научатся Точнее Которые умеют Эти штуки Фейкать Это надо обузить Опять-таки Если ты хочешь Играть вижн Разбор игрока Будет Блин Я сорян Я отвлек С начальника Как бы Нет Нет У нас Разбородока Нету Пока что Ой Ну нету Тут все Ты правильно Взял Как бы Тут Я ставлю тебе Лайк За механику Нажания Вот что Тебе могу сказать Именно Как механика То есть Вот эти Всякие Щеточки Торнадо Ульта Эту Лайк За механику Это хорошая Жанная Механика Вы Нас Снова Пушит Когда Пушит В принципе Не нужно Потому что Вы этим Пушем Ничего Не получите Почему Вы ничего Не получите Опять же Лисин Слабее Чем Маукай К сожалению Не знаю Каким Раком Но Я пока Что Вижу Это Именно Так Вот И Таврку Потыкать Вы не сможете А вот Этот Пуш Который Сейчас Делает Война Это Просто Халявные Крепы Для Энами Ботлайна И да Если Опять-таки Насчет Контроль Линии Смотри Я Вернусь Контроль Линии Потом Этот Трейд Зафорсила Война Если Ты видишь Такую Фигню И ты Не согласен С тем Что делает Водешник Кидай Его Не пытайся Вот Вот То Что Ты сейчас Подошел Сюда Это Очень Было Тоже Неправильно Тебя Могли Потенциально Наказать За Такой Подшажок В эту Сторон То Что Если Ты Видишь Что Эдешник Делает Хрень Ну Кидай Его Он Сделал Хрень Ну Подумаешь Его Проблема У тебя Тут Мало Каких Возможностей Есть С учетом Твоего Количества Мана С учетом Этой Позиции Вардиков Нету Вижена Нету Это Плохо Вот Смотри Снова То же Самое Что Я Говорил Раньше Только Дубль 2 Если Делает Фигню Не Фолови Его Ну Ну Серьезно Он бы там Ничего Не сделал А вот Это Вот Вот За 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 Дислайк Потому Что Потому Что Да Будет Контр Плей Только Скажешь Что Может Контр Плей Вот Себе Контр Плей Как бы Это Мунда Он Там Уже Кливер Мне Попал Если Там Был Какой Малфит Вы Там Поймали Ульту В Троих Вы Нажать Ничает Тут Можно Тупо Бэкнуть Тут Ничего Не Сделаешь Опять С Таким Количеством ХП С Таким Количеством Ман Ты Ничего Не Сделаешь Этот Один Четочек Он Много Не Решит Ну Окей Ладно Короче Я Хочу Ну Да Здесь Можно Опасный Больше Точки Стан Смитер Не Подходил Будем Бери Пусть Он Быть Себе Там Просто Даже Ничего Не Других Других Братиш 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 Которые Этим Затем Затем Потому Что Я Считаю Что Все Это Набивается С Опытом То Есть Подобные Вещи Ты Сыграешь Допустим На той же Жанне 100 игр И ты Таких Ультов Кидать Больше Не Будешь Никогда И Говорить Что это Ульта Плохая Мне кажется Просто Бессмысленно Блин Ну Это Опасная Агрессия Но Это Нормально Потому Что Я Смотрю На Карту Вот Ну Я Смотрю Короче За Паузу Я Смотрю Вот Сюда Я Смотрю Вот Сюда На Мини Карту Ну Типа Показываю Я Смотрю Вот Моя Внимание На Мини Карте Вот Сюда Во Время Экшена И Там Никого Не Было Так Что Нормально Вы Могли Творить Такую Фигню Вас Там Не Наказали В принципе Молка Энамити Был Да Он Лышку Сломал Да Да Ну Я Смотрел Не на Молка Я Смотрел Конкретно Вот В Опасный Фейсчек Смотри Почему Это Фейсчек Опасный Да У нас Снова Два Варианта Вариант Первый Джинкс Тупая И Жадничает На Крипчиках И Вариант Номер Два Она Гениально Бейтит Если Это Гениальный Бейт То Ты За Такой Фейсчек Умираешь Я Конечно Понимаю Что Тут Скорее Всего Ты Не Увидишь Таких Гениальных Розыгрышей Но Опять-таки Майнсет Против меня Играет Пять корейцев Гораздо Лучше Чем Майнсет Что Против меня Играет Четыре Обезьяны Насчет Вербала Вот то Что Со Скайпиком Это Вербал Вербал Будет Немножко Попозже Потому Сейчас Я хочу Игру Посмотреть Мы Сейчас Игру Разбираем Потом Будет Вербал Потому Что Здесь Это мой Фейл Ничего Нажал И С этим Щит Погоди Видишь Телепорт Инстантный Телепорт Я запаузил Вот здесь Вот в этот момент Вы должны Просто Жать на все Тормоза И сваливать Отсюда У тебя Есть Оба Саумнера Окей Ты можешь Выжить Это Единственное Что Тебя Тут Должно Волновать Кинуть Щеточек Допустим На Вейну Или На Азир И бежать Единственное Куда Вы можете Действительно Хорошо Бежать Это Либо Вот сюда Вот под таверку Либо Наверх Наверх В принципе Тоже Неплохо Вас Может Бренд Закрыть Но Там Опять Таки Механика Получится ли вернуться От стана Или нет Но Вот здесь Вот прям Я идеально Запаузил Если че Просто По всем Тормозам И убегать Отсюда Вы здесь В игре Драку Не можете Никак Ни при каких Условах Вообще Потому что Ты щиточек На себя Кинул Это фигня А вот Тавер хит Это плохо Вот за тавер хит Дислайк Очень большой В отличии от щитка Плевать на щиток Тавер хит Гораздо опаснее Гораздо противнее Все Тут Драку Вы не выиграете Окей Значит Смотри Я понимаю Что скорее всего Тебе хочется Спасти чуваков Что тебе хочется Остаться И сделать больше После этого Щиточка Ты развернулся Вот этот вот Подшаг назад Казалось бы Маленький Механический Подшаг назад Он стоил тебе Жизни Это первое Второе Выфлэшивать Можно было Гораздо раньше И куда-нибудь Ближе вправо Чтобы прям Совсем Влево 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 Да влево Смотри Насчет флэшей Это На самом деле Некст левел Бодяга Но я расскажу Возможно Если ты любишь Киберспорт И видел Подобные штуки На просцене Когда вроде бы Чувак Убегает 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 А потом На последнем Буквально Миллиметре Рейнджа Ему прилетает Какая-то хрень И он такой Блин Надо флэшить А потом он пытается Выфлэшить Все равно умирает Я понимаю Что это очень Некст левел Но принцип Очень простой Либо ты флэшишь Первого же склэшота Который у тебя летит Либо не флэшишь вообще В 90 Наверное Процентах Это будет работать Это кстати Очень очевидные вещи Вот я сейчас говорю Да Потому что это Это Фундамент Нет Нет Уходи 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 Зачем Этот ветерок Нахуй нужен Ты тут Ничего сделать Не можешь Опять же Смотри Ты не можешь Контролировать Своих чуваков Солоку Они уже Приняли Плохое решение Ну Поможешь ты им Да Ну и че Толку никакого Не будет От этого Забей И ты Сделать ничего Не можешь Совсем К сожалению Я смотрю Что ты можешь Сделать Ты сейчас Ничего не можешь Сделать У тебя Есть Сайдстоун У тебя Есть Просвет Ковардов У тебя Все нормально По закупу Но ты Сделал Сейчас Ничего не можешь Вообще Типа Чего-то Большого Чего-то Серьезного То, что Вардики Это закинуло Это клево Кстати, да Это были Вардики Туда-сюда Опасные Но Окей Это хорошо Вардики Это хорошо Окей Что тут Можно было Сделать Лучше Давайте Рассматриваем Подобные Моменты Давайте Посмотрим Что можно Был сделать Лучше Кроме Очевидной Ульты То, что Ульты Ну, очевидно Да Типа Кроме Очевидной Ульты Что можно Было Сделать Лучше С самого начала Давайте Смотреть На Файт Значит Файт Начинается Да Ой, вы Ина Кондемная Играть В Маокай В этом Моменте Ты Сыграл В Маокай Я помню Подходить Близко Вот так Нельзя Было Снова Второй Пункт Мы пишем Спейсинг Спейсинг Второй Пункт Я объясню Потом Почему Подойдя Вон туда Ты ничего Не делаешь Тем Что подошел Вот Туда Просто Подставился Подав Ешку Блин Опять-таки Смотри Как бы тебе Это так Объяснить Что было Понятно Ты можешь Визуально Вокруг Своего Персонажа Нарисовать Круг В котором Ты можешь Кидать Свои Щеточки В теории Могу Вот Главное Головей Это держать Постоянно Да Смотри Я тебе сейчас Даже Давай сейчас Поговорим Об этом Как это Можно Наработать Потому что Спейсинг Это очень Важная Бодяга У тебя на линии Было Это пару Раз И тут Это тоже Произошло Смотри Вот сейчас Я специально Сейчас замедлю Реплей для тебя Да Вот На 0.5 Вот Начиная От примерно Ульты Пантеона Вот Смотри Вот Ульта Пантеона Идет Вот сейчас Нарисуй Вокруг Своего Персонажа Кружочек Он примерно Вот такой Насколько я помню Примерно Вот такой Нарисуй его У себя Визуально В голове И представь Что ты должен Кидать все Свои обилки И позиционироваться Так что все Твои союзники Были именно В этом кружке И чтобы Ближе Ты не подходил Давай сейчас Нарисуй это В пейнте Быстренько Чтобы более Понятно было Мало ли что Сейчас Монитор Во Отлично Смотри Так Допустим Надеюсь там видно На стриме Вот это вот Жанночка Я криво Нарисую Потому что Я хочу Просто Чтоб ты понял Примерно Вот это вот Вокруг Жанночки Это круг Вот это вот Круг Это твой Рейндж Да Значит Все что Ближе Этого круга Вот это вот все Сюда Твои союзники Не должны заходить И ты тоже не должен Подходить так близко Чтобы они тут оказались Твои союзники Они будут Зеленые Пускай зеленые Они должны быть Например Вот тут вот Вот так вот Вот И чтобы все Твои позиционирование Было вот Примерно таким Там видно На стриме Да Там на стриме Видно Понятно Концепция такая Понял То есть Паулы От всех Но чтобы Они в радиусе Были Да Но чтобы Вот в эту Красную зону Который Нарисовал Криво Просто отвратительно Да Кстати Можно было Наверное Заливкой Нарисовать Я понял Вот так вот Да Чтобы Вот в эту Красную зону Твои союзники Не подходили Чтобы ты держался На расстоянии Вот таком Потому что Это даст тебе Максимально эффективное Позиционирование Сейчас я обратно Игру покажу Сейчас Это даст нам Максимально эффективное Позиционирование Вот смотри Учитывая Учитывая все Вот это То что я сейчас Рассказал Вот этими Рейнджами Представь себе Этот рейндж И Как бы ты Позиционировался Действия Вот так вот Ты бы так Не пошел Ты бы пошел Бы Вот То есть Ну ты бы не пошел Так вперед Ты бы находился Вот здесь Смотри И дальше Вот этот вот Под шажок Вот тут Ты бы стоял Бы здесь Либо даже Еще больше Вправо Вот этот вот Под шажок Вперед Ты бы не совершил И соответственно Не получил бы Ешку Почему это так важно Почему это так нужно Это Эффективное Позиционирование Ты можешь оставаться Максимально Долго Живым В тимфайтах И дать Максимальное Количество Щеточков Там Хилов Там Ульту Хорошую Кинуть Потому что Она тоже Попадает Под рейндж И так далее И сам при этом Ты не будешь Тереть ХП Вот Если бы Ты Действовал Как я описывал Ты бы не поймал Тетов Ешку Соответственно Пользовать Тебя было Больше Как саппорт Это Но из этого файта Мы вынесли Наш рейндж Позиционирование Надо больше На карте На мини карте Сконцентрироваться Значит смотри Если мы хотим Играть по вижну Опять таки У нас был пункт Играть по вижну Купил пинг вард Идешь к дракону Это все круто Я понимаю О чем ты сейчас думаешь Я хочу пойти к дракону Вот И Сделать вижн вокруг него Это классно Ну ты идешь в нововижн Я об этом говорил По-моему Ни один раз Ни два Концепция нововижна На объектах Вроде нашора И вроде дракона Она очень На самом деле опасная Как это происходит В тимранкетах И по идее Так же это работает В салакухе Но опять таки Начиная с какого-то уровня Если У вас тут нет вижна Ты туда идти не можешь И вся твоя команда Просто так идти туда не может Потому что Что бы ни произошло Неважно Вы оказываетесь в минусе Вы идете в нововижн Там может быть засада Они могут уже сделать Этого самого дракона Там может произойти Все что угодно И вы в любом случае В проигрышной позиции Вот И типа Я понимаю твою идею Что объект сейчас появится Надо пойти Сыграть вижн Вокруг объекта Это хорошая идея Это правильная идея За нее лайк тебе Я знаю Ну я представляю Примерно как Это все дело У тебя в голове работало Это хорошая идея Но идти в нововижн Ни в коем случае нельзя Я сейчас отмотаю До того момента А что ты смотри Вот Видишь лисин Вот ты с ним Пока ходишь Все нормально Тут пантоон Дерется джинкс Это его проблемы Вот не смей к нему Идти даже близко Если вот Скажи мне пожалуйста Ты думал сейчас скорее всего о драконе Правильно А не о пантооне Да там про дракона Скорее я делал Потому что Вот Потом я увидел бренды Ну правда слишком поздно Но увидел бренды Типа и развернул Сразу обратно Потому что она увижу Так вот Смотрим Вот здесь Вот это вот Последний рубеж Это конечно сейчас будет Сверх очевидно По реплею Но я когда играю На саппорте Когда я мансю Около таких вот драконов Я всегда стою Вот здесь вот Вот где мой курсор Сейчас я поставлю даже Примерно вот здесь Вот тут уже опасно Потому что здесь уже Начинается рейнджи Можно безопасно Подойти вправо Вот сюда вот И поставить вардика Вот сюда вот Это самое безопасное Что можно сделать Вообще не поставишься Просто вот эта вот Концепция Ноувижена Она тоже Очень такая Знаешь Как это сказать Она базовая Но она очень далеко От простого понимания То есть Ноувижен это плохо Вот Ноувижен надо бояться Потому что Чем опять таки Скилловие против тебя Подаются братишки Тем жестче они будут Обузить этот самый Ноувижен И тем сильнее Они будут тебя наказывать Он бренд попался По всему с головой Он тебя наказал Сто что в ноувижен Пошел В принципе На этом моменте Я говорю Что игра Практически проиграна И что От тебя В принципе Зависит очень мало Как от саппорта И Ой Не делай снова так Не делай снова так Ты делаешь снова так Ты делаешь снова так Тебя тут снова Погли убить Смотри Если ты хочешь Вот так вот Фейсчекать Допустим Тебе захотелось Действительно сыграть Вот так вот В объект Вновижен Подожди пока Команда К тебе подойдет Если ты хочешь Вот так вот заходить Твоя команда Должна быть у тебя За спиной Чтобы если вдруг На тебя сколлапсирует Нажмешь на кнопочки Умрешь Но команда Поддержит И что-то хорошее Может потенциально Из этого получиться Но вот это вот Это была Такая же ошибка Еще раз Ты сделал одну и ту же ошибку Два раза Ты из-за нее не умер Но Это типа была ошибка А тут губа получается Дракона уже забрали А зачем ты пошел Еще варди Как-то Общий вопрос Как выигрывать на саппорт И стоит ли вообще играть на саппорт Или нет Ну там вопрос Скорее не стоит ли А как выиграть Да Первая постановка вопроса Была более правильная Вот Про это я с тобой поговорю После игры Я только хотел сказать Убегаю Типа убегай Короче Знаешь почему Убегай Смотри Опять же Очень просто Очень просто Вот тут Из этой позиции Ты можешь безопасно выйти Из файта Ничего не потерять Как и Пантеон Как и Вейл Пантон делает хрень Прыгает вперед Инициирует Да Окей Даже кого-то убил Вот здесь Все Это последний рубеж Где-то можешь выйти Из файта И не умереть И ты решаешь остаться Нажать на ульту Давай третье напишем Это не рейндж Но это Как это Как-то по-русски сказать Эгоизм Я так это напишу Эгоизм Прям капсом напишу себе Эгоизм Я понимаю Как это работает В голове Что я саппорт Я кидаю щиточки Я хочу помогать И лучше я там Кину щиточек Будет польза Так вот Если этот щиточек Приведет к тому Что ты потеряешь Какое-то количество хп Или если ты потенциально Подставишься Под что-то Жесткое Этот щиточек Кидать не нужно И это скорее всего Придет к тебе Очень нескоро К вот такому Знаешь Привычному осознанию Потому что ко мне Это пришло Очень нескоро Я по-моему До самой платины Прыгал На лисина Кидая щиточки По чувакам Со 100 хп И умирал вместе с ними В заднем щиток Просто Ну тут уже Точно сложно будет Что-то сделать Окей, я знаю Короче, что еще написать Погоди, я сейчас Напишу себе кое-что Блокнотик еще Вот, все Я тебе написал Все пункты Которые будут Очень полезными Очень крутыми Так Я предвкушаю Что игра скоро Закончится Судя по вот этой вот штуке Да У тебя есть какие-то Вопросы по самой игре По этой вот То, что мы же Гру с тобой смотрим Ну, что Что можно было сделать Чтобы Ну, с моей стороны Чтобы лучше было Ну, то есть Как мне было Больше влияния на игру Оказать Конкретно в этой игре Конкретно в этой игре Шотколлингом Только шотколлингом Потому что герой У тебя этого не особо Позволяет В этой игре Конкретно через шотколлинг То есть И потом Пинкбэкать постоянно Да Потому что Потому что Мы только что видели Ну, я там Потом немножко отвлекся Но тем не менее Мы только что видели Как Пантеон Синициировал Абсолютно Дерьмовую дураку Вот здесь вот Да Ты ему хоть раз В это время Пинкбэкнул Во время Твой игры Нет Нет Я просто кинул Вот Ну да Если ты хочешь Я Окей Сейчас игра закончится Я про это поговорю Про концепцию шотколлинга Про концепцию того Как подниматься На саппортах Потому что Саппорты Они На самом деле Братишки Которые Знают игру Гораздо больше Чем свою роль Они знают Игру гораздо больше Чем допустим Персонаж Жанна Ну как пример Да Не конкретно про тебя Но чисто для пример Вот И Осознанием того Батально Что сейчас надо сделать В всей команде И направить Свою команду Таким образом Играют все Хайла саппорты Вообще все Не знаю Кого в пример привести Давай посмотрим На того же Ликрита Вроде как все его знают Вот Он Посмотри Как этот Как этот игрок Спамит в чатике Все подряд Как он коммуницирует С командой Посмотри в принципе Любой стрим Хайла саппорта Если ты хочешь Именно саппортом играть И посмотри Как они коммуницируют С командой Сколько они в чат пишут Сколько они пиликают Как они таймят Саммонеры Как они там таймят Варды и прочее Вот И ты поймешь Примерно уровень Того Когда начинается Вот эта вот коммуникация Когда можно будет С помощью Вот этой вот коммуникации Шот коллинга Выигрывать игры Как пример Потому что здесь От тебя мало чего зависит У тебя герой такой Что ты ничего особо не сделаешь У тебя очень мало пространства Для того чтобы Что-то сделать И у команды тоже Не только у тебя Просто есть другая точка зрения Альтернативная Я про нее сейчас поговорю Пока игра заканчивается Игра сейчас закончится У них на шор У них преимущество В 10 тысяч Очень тяжело это отыграть Есть вторая точка зрения Точка зрения Саппорт плеера Это мусор Да Это ЛС так говорит И Частично В этом есть доля правды Потому что Если ты играешь Только на одном саппорте Больше ни на чем Это плохо Это скорее идет во вред Если ты играешь на саппорте И на чем-то другом Или ты играешь на саппорте Потому что тебе тупо нравится саппорт Это другое немножко Вот И поэтому мы возвращаемся К мидлейну Потому что перейти От мидлейна на саппорта Гораздо выгоднее Чем переходить От саппорта К мидлейну Нет, я не буду Слушать саппортов На моем лове ларашке Окей Окей Ну что, поехали На вербал Тогда, да? На нормальный вербал Вот картиночку сделать Вот картиночка Так Давай сначала разбирать Что я написал в чатик Ой, вау Это ужасно Это ужасно Ща, как тут цвета-то сделать Вот Надеюсь, тебе видно Это можно стереть нафиг Чтобы по пунктам Чтобы начать Вот этот вербал Надо с пунктов Вот смотри Какие пункты я написал Вот И Говори Понимаешь ты их или нет Как они работают И Вот это вот дальше Мы будем плясать Моповерность Как я понял Это Ну Посмотреть на карту больше То есть На мини-карту Обращать внимание Позиционирование камеры То, что Да То есть Спейсинг Это Скорее Позиционирование Собственное Спейсинг Это вот эта фигня Которую я сейчас стираю Пластиком Это вот эта вот фигня Ну то есть Там просто Определить границы своих Как бы Не только своих Смотри Значит Как это тренировать Окей Давай поговорим Как это тренировать Кстати я немножко Я не уверен Что я правильно это написал По-моему Я тут ошибку сделал Не важно Как это тренировать Тату фигню Которую я сейчас стираю Надо представить Представь Свой Рейндж Всего Автотачек Обилок Всего И когда ты играешь Представь что он тебе Всегда горит Вокруг тебя Да Вот эти вот круги Вокруг тебя всегда есть Это первое И концентрируйся Только на этом Больше тебя Ничего не должно волновать Ни Там Флэши Ни кнопочки Ничего вообще Просто Победа Поражение В игре Тебя ничего не волнует Тебя волнует Соблел ли ты Полностью Правила Вот этих вот Кружков Красного И зеленого Да Если соблел Как это Если все вот эти вот Кружки у тебя Работали на протяжении Все игры Ты молодец Если не работали Ты не молодец Победа Поражение Там И все остальное Тебе совершенно Не должно волновать Вот И так надо сыграть Какое-то количество игр Потом Это войдет в привычку Это все будет работать На автомате Но это правда Будет не сразу Но когда войдет Будет очень хорошо Вот Окей Дальше Эгоизм Эгоизм Это умение Вовремя кинуть Союзника Чтобы саму Не отъехать Или там Дэмоши не получить лишний Да Но я немножко Неправильно это написал Смотри Это еще и оценка Ситуации Банальная То есть Вот видишь Что чувак Делает ошибку И ты думаешь А стоит ли им Помогать или нет Потому что Иногда ему стоит Помогать Иногда он делает Какие-то Хорошие вещи Это правда Бывает редко Скорее всего Это будет Раз там В 10 игр Это будет Так вот Это работает Скорее всего Так И объяснять Это тоже нужно Именно так Ты видишь Что произошла Какая-то штука В игре И ты сам Своей головой Должен подумать А хорошо ли Сделал мой союзник Синициировав Драку прямо здесь Если это действительно Хорошо Что ж Жми все кнопочки Помогай ему Если эта драка Плохая И он сделал Что-то плохо То тогда Ему помогать не нужно Вот это так Надо на самом деле Объяснять И так Сулакуха работает То есть Не стоит Ждать очень многого От своих союзников Я в последнем видео Говорил про Майнсет Что у тебя в команде Четыре обезьяны Против тебя Пять корейцев Вот Эгоизм Это про это Про четырех обезьян И пяти корейцев Пять корейцев Ты понял Да Окей Тут надо На самом деле Пробел было поставить Ноувижен И другие роли Значит Концепция Ноувижена Здесь не идти Ты можешь Ты можешь фейсчекнуть В зале Старом Нашу потенциаль Потому что Ты можешь Та даже Синициировать Автоматически Это все дела Если ты шанс Ты так делать не можешь Про чемпион пул Мы сейчас поговорим Когда перейдем к вопросу Другие роли Какие у тебя еще Другие роль Дай-ка мне Свои поджиджи Быстренько Раз уж мы занимаемся Таким максимально Подробным Поучингом Дай мне свой поджиджи В скайпик Ща Загугуй быстрее Так Тут вопросики в чате Ща почитаю Ненависть Эгоизм Ну да Наверное Я немножко неправильно Как его Все объяснил Молодых богов Из СКТ Корейский Корейский Блин Я заговариваюсь Корейский регион Очень хороший Из корейского региона Можно очень много Интересных вещей Почерпнуть Я пока вопрос Копипасну Я пока Копипасну Вопросы Закину Прекрасно Сейчас я посмотрю Твоя поджиджи Посмотрим Чего у тебя там Какие у тебя другие роли Потому что я сразу тебе говорю Что тебе нужна Какая-то другая роль Желательно На мидлайн Конечно Тебе желательно Какая-то вторая роль Чтобы можно было Лучше оценивать ситуацию В целом Так По последнему спаму А по ПГГ не видно Но обычно вторая роль Это топ Либо лес То есть Кто так В чем проблема Джангла Я тебе сейчас скажу Потому что я сам Очень долго играл На джанглерах И саппортах Я на джанглерах И саппортах Собственно Эл это подымал Я в принципе Галдянку-то брал В третьем сезоне Как раз на джанглерах И саппортах Проблема в чем Если ты играешь Только на этих двух позициях А потом тебе придется Идти на линию То ты ни хрена Про линию не знаешь А знать про линию Это гораздо важнее Чем знать про джангл Угу Полно Так Ранкет соло Я сейчас закачу Как-нибудь так показать Чтобы это было видно И на стриме тоже В принципе видно, да? Ну да, видно Так Это вот я ранкет соло Показал Нас винрейты Кстати, не волнуют Я вот тут вижу Да, вот эти винрейты Нас винрейты Совершенно не волнуют Нас волнует Только чемпион пул Только той чемпион пул Нас сейчас волнует Тут Саппорт Энни Мальзахар Лулу Кенчисара Каракан Один Шен Еще 20 игр Окей Окей Дальше тут игр нет Ладно В общем Вторая роль У тебя будет Очень простая Это Мидлейн Энни Я сейчас Обновлю Немножечко Свою Вот эту Пейнт Хреновину И скажу Что тебе Нужна Энни Всем нам Нужна Энни На самом деле Значит Ща Как быть Это показать Вот Покажу Смотри Блин Че так Мало Та Ненормальный Карандаш Где-то Не карандаш Как Как тебя Сделать А Не помню Как Н Пишется Пускай Это будет Н Вот Что тебе Нужно Тебе Нужна Энни Мид Я понимаю Что это Может звучать Как Шерлдан Доктор Который Прописывает Всем Одинаковые Таблетки От запора Которые В итоге Нихрена Не работают Но Блин Энни Мид Действительно Очень круто Как бы Я сейчас Играю Энни Мид Мне нравится Я понимаю Что я Знаю Много Вещей Чем тебе Поможет Игра На Энни Мид Во-первых Она тебе Поможет Спейсингом Сразу же Спейсинг Поможет Эгоизм Поможет Потому что Как только Ты поймешь Что у тебя Нет Кулдаунов Тебе Не хрен Вообще Что-то Пытаться Делать Для своей Команды Другие Роли Тоже Поможет Вот Три Из пяти Пунктов Энни Тебя Покроют Это Раз Энни Смотри Как Как Играется Энни Мид Ты знаешь В теории Очень Прост Очень Прост Фармим кухами Фармим кухами Трейдим Навязываем Какие-то Трейды Не Смотри Смотри Энни Мид Работает Очень Просто Фармим кухами Абсолютно Правильно Фармим кухами Ждем Шестого Левела Вообще Нет Я Блядь Я Хочу Просто Тупо Копировать То что Ты писал ЛС Серьезно Но я Не буду Фармим кухами Берем Шестой Левел Как только У нас Есть Шестой Левел Медведь И Стан Мы Кидаем Медведя На голову Братишкам Если Они Оступились И тут У нас Спейсинг Выезжает Полностью Я его Даже Знаешь Как Я его Сейчас Я его Биду Зелененьким Зеленый Кружочек Вот Зеленый Кружочек У нас Спейсинг Как Только Энни Братишка Оступился И Зашел В Рейниш Медведя Ты Кидаешь Ему На голову Медведя Все Это Энни Мид Это Действительно Настолько Просто И Настолько Эффективно И Принцип Спейсинга С Тиберсом На голову Познается И Осознается За 10 Игр Полностью Абсолютно И Потом Ты Вот Эту Концепцию Спейсинга Можешь Примять Не Только На Энни Или На Жадну А На Всех Героев В Игре Вообще Потому Что Всех Спейсинг Разный Вот Да Энни Это Не Просто Персонаж Это Целая Роль Я Согласен Абсолютно Бездумно Вот Смотри Второй Момент Насчет Энни Даже Точнее Раз Два Три Четвертый Ты можешь Играть На Энни На Саппорте Потом И ты Будешь Нагибать На Энни Саппорте Потому Что Как Выигрывать На Саппорте Вот Первое Что Мы Вносим Это Энни 20 Игр Обязательно Сейчас Вопросики Из Скайпе Копипас Но Мы Про них Поговорим Тебе Идеи Анимид Нравятся? Ну да Выглядит Достаточно Конечно Нравится Даже Даже Без Это Всем Нравится Кидай Кухиш Кидай Кухиш В Шоколад Да Всем Нравится Анимид Мне тоже Нравится Анимид Я Честно Говоря Не Советовал Если бы Сам Не Играл Если бы Это Не Был Так Эффективно В Плане Осознания Каких Фундаментальных Вещей Так Будет ли Видно Когда Это Все Сейчас Покажу Да Будет Видно Окей Вот Наши Вопросики Перед тем Как Вот Эту Штуку Разбирать Да И Перед тем Как Перейти К Вопросу Как Тащить Я тут Напишу Сам Как Тащить У тебя есть Какие-то Вопросы По тому Что Я сейчас Говорил По тому Что До этого Было Или Нет Да Нет Все Понятно Все Понятно Да Окей Смотри Значит Актуальные Пики Которые Стоят Рочить На роли Саппорта Кого Стоят Дорочить Я В принципе Почти Что На это Ответил Я Хочу Это Продолжить Энемит Да Помимо Энемит Как Тащить Саппорта У тебя Есть В принципе Два Пути Про Один Я уже Рассказал Это Шотколинг Именно Вот Тот Самый Шотколинг Постоянные Тайминги Флэшей Тайминги Вардов Вот эти Вот Форсы Объектов Вроде Там Драконов Таурок Нашоров Вот Инициации Те же Самые Через Чатик Через Пинги Это Все Можно Делать Это Первый Пункт Проблема Сразу же Вылезает Какая На Сильвер Эла Узнать Информацию Которая Нужна Для того Чтобы Этим Заниматься Очень Тяжело Бодально Точнее Как Это Вообще Выглядит Чтобы Заниматься Хорошим Шотколингом Ты должен Понимать Игру В целом Очень Хорошо На Сильвер Играя Только На Одних Саппортах Делать Этого Скорее Всего Не Получится А если Получится Значит Ты гений Вот То что У меня Не получалось Я бездумно Играл На Саппорт Я играл На Саппорт Тарике Бездумно Жмя Этот Point On Click Stun Потому Что Третьем Сезоне Тарик Был Point On Click Stun Второй Способ Это Играть На Персонажах Типа Any Mid Потому Что АП Братишки Что у нас Еще Подходит Под эту Категорию Саппорт Бренд Саппорт Мальзахар Что там Еще Такого Из Магов Зайра Да Зайра Вот такие Вот Ребятишки У которых Много Урона У которых Есть Контроль Которые По сути Маги Больше Чем Саппорта Которые Дамажат Дофига Вот Такими Пиками Можно Тащить Именно Исключительно Собираясь В Дэмэдж То есть Ты Становишься Вторым Мидлайнером В игре Это Второй Способ Как тащить И Я считаю Что он Более Актуален Для Сильверелла Потому что Он проще Вот И Получить Знания Есть Откуда То есть Опять Таки Ты Сыграешь Допустим На Саппорт Зайре Например Вот Той же Самый 20 игр Ты Запомнишь Дэмэджи Ты запомнишь Рейнджи Ты запомнишь Много Вот этих Механических Вещей И будешь Тупо убивать Всех Направо Налево Таким Образом Выигрывать Больше Игр Вот Кого Стоит Задорочить Ну Допустим Давай Вот Трех Четырех АП Саппортов И Каких Нибудь Как это Помощников Да Всяких Жан Там Что там Ща Кади Ой Я закрыл Твой Этот Сорян Сейчас Еще раз Открою Просто Я хочу На основе Твоего Поджи Героев Подбирать Блин Ту 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 Ща Вот Мальзахар Лулу Ну Сорака Жанна Лулу Это будет У нас Три Саппорта Которые С щеточками Которые Хиляют Читуют Моргану Кстати Тоже Можно Куда Нибудь Припихнуть Моргана Будет У нас Вне Пика Да Она Будет Посередине Хотя Нет Морган Относится Скорее К Второй Категории Ну Допустим Морган Тоже Можно Окей Сорака Луну Жанна Моргана Четыре Героя В Одну Категория Вторая Категория Энни Мали Захар Зайра Бренд Вот 8 персонажей Это тебе Выше крыши Хватит Вообще Не знаю На сезон Вот Серьезно На сезон Вполне себе Тебе хватит Этих персонажей Ой Фак Ой Два раза Фак Окей С этим вопросом Я думаю Мы разобрались Алло Алло А типа Танки Спорт Или Эти Ребята Танки Спорт И Старок Все Ну Блин Смотри Ну Давай Допустим Тебе надо Записывать Или Наверное Тебе Записывать Не надо Если Надеюсь Тош Не Леним Записывать Я Сам Записываю Плюс На Этубе Вы А Окей Да Хорошо Кстати Приюту Там Записи Есть Она Никуда Не Делась Короче Категория Танк Саппортов Алистар Обязательно Я считаю Что Алистар Танк Саппорт Это Самый Лучший Танк Саппорт До сих Пор И Что Еще Там У нас Есть Браум Ну В принципе Можно И Браум Как Вариант Я бы Сказал Что Кенчи Не Надо Я Б Сказал Что Кенчи Не Надо Шанс Да Дай ему Шанс Сыграй От 3 до 5 Игр Если Понравится Оставь Его В чемпион Пуле Если Не Понравится Забывай Про него Потому Что Это Персонаж Из-за Разряда Нравится Не Нравится То есть У меня Первая игра На Блиц Кранке Была Байка Из С третьего Сезона Я посмотрел Тролль Видео На ютубе Про Блиц Который Тролльбасил Он Просто Шел Ловил Там 2-3 Тауэр Шота На первом уровне Терял Все свое ХП Потом Нажимал На гост Короче У него Прокала Пассивка С этим Манно Щитом И он Убегал На госте С манно Щитом Под свою Тауэрку Фукал Под свою Тауэрку И забирал ФБ Мне Что-то Это Понравилось Я хотел Сделать Так же Первая Моя Игра Была Такая Пошел Тоже Купил Короче Кристал Кусман На Булицуху Взял Гасту Вот С флэшом И тоже Пошел Короче На Мидлайн Поймал Там 2 Тауэр Тауэрхита Чувак За мной Побежал Я его Хукнул По Тауэрку Забрал ФБ Это была Моя Первая Грана Блицкран Я такой Все Мне нравится Этот герой Вот Дай ему Шанс Как вариант Про трэша Кстати Забудь Сразу Вот Если Блицкран Я говорю Окей Потому что Он прямолинейный Он про трэша Лучше забыть Трэш Это Алисин От мира Саппортов Допустим Блицкран Калистор Что там Еще есть Леона Она простая На самом деле У нее хоть Скилышотики Есть Но она простая Вот Там На самом деле Опять таки Такого Плана Персонажа Чего понравится Окей С чемпион Пулом Разобрались Да Вполне Отлично Окей Задача Стоит перед саппортом Верли Митлэйтгейм Это Шикарнейший Вопрос На самом деле Мне дико нравится Этот вопрос Я могу Очень много Про него Говорить Кстати На данный вопрос Как тащить Я ответил Правильно Про подходы Да Все верно Вот Окей Насчет Других позиций Если Вдруг Какие другие Позиции Кроме Допустим Мидлэйна Я советую Мидлэйн Потому что С мидлэйна На саппорты Перейти будет Очень выгодно Очень просто И удобно Какие задачи Стоит перед саппортом Верли Митлэйтгейм Значит Смотри Задача у саппортов Зависит от Твоего стиля игры И от Пика Который ты сделал Во-первых Нужно опять-таки Определиться С стилем игры Что тебе больше нравится Вот От стиля игры Мы выбираем персонажей Потом Мы смотрим Что там происходит Это вот вопрос Из разряда Что мне делать в лесу То есть Это очень обширный вопрос Я постараюсь Сейчас у него Нормально ответить Максимально Нормально Эрлигейм В 90% Ну или даже 80% Игр Тебе нужно Дать свою модешнику Выформить То есть Ты знаешь Что ты контролируешь Лейн Что фармодешника Зависит от того Как хорошо Ты контролируешь Лейн И дать 220 Своему модешнику Это всегда выгоднее Чем пытаться Какие-то Навязать Аллыны Какие-то трейды И бросать Монетку Когда Как вот это говорят Лазичные чуваки Бросать монетку Либо вы выигрываете 2 на 2 Либо вы проигрываете 2 на 2 И просто Тотально Даете лейн Вот Поэтому Сдача Наверное Это дать Адешнику Максимально Больше Пофармить Я считаю Это мой подход Если же У тебя Допустим Саппорт Танк Саппорт Тоже самый Там Алистар Блицкранк Задача Остается Такой же То есть У тебя Задача Тоже самое Но Меняется Подход К решению Этой задачи Если допустим Жанна будет Кидать Щеточки Там Сона Хилить Там Сарака Хилить И прочее То Алистар И Блицкранки Они будут Терять Свою ХП За фарм Адешника Это очень важная Концепция То есть Если простым Заком Объяснять Ты Танкуешь Лицом Теряешь ХП Но Твой Адешник В это время Фармит Это Сложнее Сделать Эта Концепция Сложнее Для понимания И осознания Но Именно так Это работает Потому что Если ты Не инициируешь То Простым Заком Не даешь Камбу Ты Адешник В это время Вот Хорош Адешник Это понимает Но Опять таки Эта концепция Достаточно Высокая Не думаю Что в Сильвере Люди Будут Это Осознавать И И Использовать Как-то Окей Мид Элэд Гейм Вот тут Начинаются Какие-то Сложные Базяги Тут Начинается Уже Вариативность Во-первых У нас Будет Переход Из Эрли Вмид Гейма Тут Как бы Тут Надо Поставить Еще один пункт Переход Здесь Вклините Переход Это когда Лейнфаза Заканчивается И что-то Произошло То есть Допустим Сломалась Таврк Что потом Тебе делать Стоит ли тебе Идти ромить Не стоит ли Тебе идти ромить Нужно ли тебе Продолжать дальше С твоим Саппортом Стоять на линии И забирать фарм Потому что Скорее всего Нет Если допустим У тебя Этот Адшник Из реаль Ты всегда Его кидаешь На линии Если у тебя Падает таврк И все Ты уходишь С линии Говоришь Из реаль Супер безопасный Адшник Он может сам Зафармить все Что угодно Ты ему не нужен Вот Как вариант Тут очень много Переменных И универсальные Ответы я тебе Дать не могу Но здесь у тебя Переход Из early В midgame Обязательно Должна быть галочка И подумать Головой Как тебе лучше Перейти в этот Сам midgame Примерно Midgame Значит Это игра в объекты Midgame это всегда Игра в объекты Абсолютно всегда Объекты Ну знаешь какие объекты Да бафы Таврки Драконы И контроль территории Вот здесь начинается Контроль территории И контроль вижена И он же идет Потом уже До самого конца игры Контроль территории Работает Очень трудно И опять таки Эта концепция Достаточно Такая далекая От сильвера Ну окей Мы про него поговорим Если саппорт идет На крабика Или если саппорт Внезапно С бота пришел На midlane Что это означает? В районе midlane Есть где-то Бардики Типа Смотри Вот представь Ты играешь на midlane И вдруг Ты видишь Что вражеский саппорт Пришел На midlane Что это значит? Отдальщик остался Без саппорта Ну окей Вот это хорошо Хорошая твитка А помимо этого? Возможно Вот это не один То есть это Весник еще Правильно Правильно Молодец Я не знаю Мне кажется У нас получится Шикарная сессия Из этого Да Если саппорт Приперся на midlane Значит кто-то С ним рядом Есть саппорты Одни Не могут контролировать Территорию Как джанлеры То есть помнишь Эту концепцию Джанлеры Которые контролируют Территорию Там я допустим Грейвс Я беру крабика Этот крабик Мой Ты этот крабик Ну ты Крабика не получишь Он мой Джанлеры Так могут делать Саппорты так делать Не могут Им кто-то нужен В помощь Поэтому если саппорт Пытается контролировать Территорию Скорее всего Ему кто-то помогает И ты тоже Должен так действовать Тебе тоже Должен кто-то помогать По-хорошему Вот Это в принципе Твои задачи на midgame Контроль территории Контроль объектов Ну Тимфайты Обязательно Тимфайты Если ты вообще Будешь их инициировать Или принимать Какое-то участие Шотколинг Это все через Шотколинг Также делается Задача на lategame Стараться держать У себя В инвентаре Парочку вардиков Дополнительных Помимо тех Что уже стоят Потому что На lategame Какая проблема Заканчиваются слоты И твои лайнеры Не могут покупать Pink варды На того же На shore Поэтому тебе Нужно думать На несколько вардиков Вперед На lategame А все остальное То же самое Примерно Что и в midgame Как-то так Надеюсь я ответил Потому что это вопрос Очень хороший Но очень обширный И про этот вопрос Про вот один Второй вопрос Про него можно Делать Такую же Вдяшку Как я сделал Про Джанглеров Недавно Вот Ну в целом Да То есть Теперь более понятно Окей Тайминги вардов На каких моментах В игре застрять внимание Чтобы на этот момент Был свободный вардик В сумке Ага Значит Свободный вардик В сумке По хорошему Должен быть всегда По хорошему Если у тебя нет вардов И что-то намечается Какой-то Какая-то драка Или что-то Тебе лучше Бэконть И взять вардов Побольше По хорошему Тебе всегда Должен быть вардик В сумке Давайте Поговорим Про тайминги Потому что Вот на каких моментах Я вроде бы Относительно Рассказал Да Тайминги вардов Чтобы знать Тайминги вардов Нужно знать Как действуют Джанглеры А это у нас Отходит вот сюда Другие роли Поиграй В лесу Какое-то Количество игр И ты поймешь Какие тайминги Каких жанглеров есть Или просто Обращай внимание Как-то Вообще Очень многие Вот эти вот вещи Отвечаются Посмотреть хаялы Игроков Это я знаю Что помимо Энемид Я говорю Посмотреть хаялы Игроков И жанглеров И саппортов И кого угодно И тогда ты про тайминги Очень много узнаешь Посмотри Как корейцы В лесу Вардят Как они Таймят варды Это просто нечто Какие области Лучше Вардить Мид Лейт Гейми Это вопрос Примерно То же самое Что и третий То есть Ну Это плюс-минус Одинаковое Вот Какие области Я так скажу Допустим Если ты знаешь Что самое популярное место Для пингварда Какое у нас вообще В игре У нас есть в игре Четыре популярных места Для пингварда Супер популярно А сейчас даже для этого Чтобы тем более подробно Об этом поговорить Открою этот Как его Рифт кит Рифт кит Лол плейнер Блин Презумить К сожалению Ни хрена не получается Надеюсь Будет понятно Вот у нас Рифт кит Какие у нас Четыре самых популярных места Для пингварда Четыре на карте В каждой игре Там стоит пингвард Четыре Я имею ввиду Они дублируются Я неправильно Мишка объяснил Четыре Они дублируются То есть два Для одной стороны Два для другой стороны Хотя нет Блядь Что я несу Да Тупо четыре Для двух сторон Вместе всего четыре Да Действительно Кост на реке Возле дракона Вот этот Правильно Погоди Содержка Надеюсь Там видно Его призумить К сожалению Никак нельзя Блин Тут Да Да Вот этот Дальше Так Здесь Около синего Бафа Который Ближе к Мидлейну Стенка Там есть Кост Во вражеском лесу Рядом с синим бафом С тем Как короче Между синим бафом И мидом Нет 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 ниже Вот этот Окей Дальше Так Куст рядом с красным бафом Который Допустим 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 Вот этот Твой вариант Я Чё Себе скажу Я вижу Пинкварды В каждой игре В других местах Ну Ты почти угадал Потому что Это было гораздо проще Раз Два Это вот Три Четыре В каждой игре Здесь пинкварды В каждой игре И их вариации То есть Вариация Вот этого Пинкварда Допустим Пинквард Вот здесь Вариация Этого Пинкварда Допустим Пинквард Вот здесь Или вот здесь Вариация Этого Пинкварда Это как раз И вариация Вот здесь Вариация Вот эта Пинкварда И вариация Вот здесь Четыре места И их вариации В каждой игре Вот Это то Что я вижу В своей салакухе Это то, что я вижу в игре про игроков Окей, что там у нас дальше Потому что отвечать на вопросы Про областики лучше всего в Артезе Это тоже вопрос Очень обширный Который можно До хрена чего говорить Зависит от ситуации Зависит от того, хотите ли вы играть в объект Что вы хотите делать, это вопрос очень обширный И очень вариативный Вот я показал себе стандартные варианты С которых можно начать От этого ты можешь плясать И смотри, опять же, посмотреть на про игроков Посмотреть записи игр И что они там делают Окей Но идея вот этих вот четырех вардов И их вариаций Она развивается В мидгейме И в Ну, конкретно, да В мидгейме очень хорошо Если что А еще, да Последнее Засады Если вот У меня в игре Зажаруна такое было Помнишь, когда Я поставил Пингвард в куст С этого С обратной стороны Ношо И вместо того, чтобы делать нашор Туда пошел Трандл Мы Трандла поймали И что-то сделали Помнишь, что это вот момент Сегодня в игре Да, да, помню Вот Это вот еще один пункт тебе К вардингу Куда я к варду То есть Давай Будет три пункта у нас Стандартные варды Которые я показал Сейчас, где он там Рифткит Вот Это вот стандартная бодяга И их вариации Четыре варда И их вариации Просто так проще запомнить Это стандарт Вторая штука Это вокруг объектов Вокруг которых мы хотим играть Это может быть как пуш, таверки Это может быть как нашор Дракон, неважно Там как ред баф Что угодно Просто контроль территории И объекты Это второе Третье Это вот такие вот Ситуативные вещи Вроде тех же засад Ты поставил вард Ты создал no vision И ты такой тип Блин А если противник тупой И пойдет в no vision То я с этого так много получу Вот Типа засада Третий вариант То, что Ну, салакухи Это очень хорошо работает Очень хорошо Так С этим разобрались Да, с этим все Окей Когда подпушить Когда не стоит Это снова пятая штука Которая нас отсылает К другим ролям Очень хорошо понять Как работает концепция Пуша Там вообще Как работает Скажем так Линия В плане крипов Куда они идут Куда они не идут Как они разбиваются Друг об друга Именно на топ лейне Поэтому Чтобы тебе Вот этот вопрос Полностью Закрыть Полностью Его Скажем так Отнести Да Полностью его решить Тебе нужно Поиграть на другой линии Вот этот вопрос Я советую топ лейн Потому что На мид лейне Не так очевидно Когда это происходит На мид лейне Все-таки Короткая линия Там не всегда Понятно Когда подпушилась Когда не подпушилась К тому же У мид лейнеров В большинстве В своем Есть возможность Забирать всю пачку Двумя костами У топ лейнеров Такой возможности Есть Не всегда Поэтому я тебе напишу Вот сюда Топ Лейн Чтобы это все решить Потому что Это очень тоже Большая бодяга И быстро Я тебе не могу Ответь это в двух словах Точнее Я немножко могу Смотри Если Действия Которые делают Крепы Не получится Избежать То есть Например Если ты видишь Что линия В любом случае Запушится Вот к примеру Ты видишь Что линия Все равно запушится И что ты Это восстановить Не можешь Все Крепы пушатся То лучше В этой ситуации Запушить Еще сильнее Чтобы они Прям совсем Все дошли До таварки И разбились То же самое И наоборот Если ты допустим Не можешь Прям совсем Никак отпушить Да Что тебя впушат Под таварку Ты ничего не сделаешь Окей Расслабься И пускай Крепы Подоходят к таварке Ты будешь Добивать их под таваркой Вот Это в принципе Это в принципе Практически Единственное Что я могу сказать Быстро Коротко В таком вот Формате Но полностью Это вопрос Себя Как это Закроет Игра на топлейне На чем Можно играть На топлейне Малфит И вуконг Вот Все два персонажа Для топлейна Наслаждаясь Они как раз Таки могут И в пуш И в дипуш Они полезные Они простые На них можно Выигрывать Вот Да Если у тебя есть Что-нибудь То давай Говори Потому что Я очень много Что рассказал Ну в целом Все что меня интересовало Я уже взял То есть На вопросы Я получил ответы Ага Замечательно Насчет Фундаментальных Вещей Последнее Чем я хочу Завершить Вот эту Трясающую Сессию Нашу Насчет Спейсинга Насчет Каких-то Фундаментальных Вещей Чтобы Их тренировать Потому что Меня спрашивали Как их тренировать Ты концентрируешься Только на них Я именно так Тренировал Свою Энимид Я именно так Тренировал Очень много Вещей Которые Сейчас у меня Получаются Ты концентрируешься Только на чем-то Одном Какие у нас Базовые вещи Это написано В группе Я может быть Отдельно Сделаю про это Материал Про базовые вещи Ну допустим Наша базовая вещь Это спейсинг Ты концентрируешься Только на спейсинге Только на этих Вот кружках Которые ты рисуешь Визуально вокруг героев И все Больше ни о чем Это может быть Поначалу Быть очень тяжело Это может Очень сильно Фрустрировать Но сделай так Допустим Три игры Пять игр Потом все это Пойдет Потом все это Ты не будешь На это обращать Внимание Вот Все будет На автопилоте На автомате Прекрасно работать Потому что Если говорить Про мои примеры У меня были Какие примеры Я писал об этом В группе У меня была Скорость мышки У меня была Камера В плане карты То есть Камера Карта У меня все это было У меня с этим Были большие проблемы Вот У меня была Опять-таки Проблема Со спейсингом Против Энни Потому что Я не знал Как кидает Энни Медведя на голову Он точнее знал Он не знал Точные рейнджи Вот И я там не знал Еще каких-то вещей Вроде того Что если ты подходишь Там к Талану На такую-то дистанцию Он тебе может шотнуть Потому что он прыгнет На тебя На крипа А после того Он прыгнет на крипа Он кинет в тебя Эти швыки на свои Консерные То есть в таком духе Вот И Это все Нарабатывается Вот так вот Ты выбираешь какую-то Одну фундаментальную вещь Концентрируешься только на ней Вот Все это Будет актуально Для многих героев В том что я уверен Что когда там Будет Начнется процесс Игры на Эдди Мид Этот вопрос возникнет Вот Я на него заранее отвечаю Что именно так вот Тренируются фундаментальные штуки Окей Наверное все То что я Вообще Все что У меня было Я тебе выдал Угу Записал Для себя Вот и сделал Окей Замечательно Вот Пиши мне если что Всегда рад Как там Как надо правильно прощаться Там типа Не знаю Увидимся позже Все такое Просто и лаконично Ну да Я не знаю Как еще Потому что я Я человек простой Я копирую других людей И Заимствую хорошие идеи Я Я слышу что типа Сия Бай Я тоже говорю типа Увидимся позже Так и закончу Окей Пока Давай пока Субтитры сделал DimaTorzok